Печальная весть. На 76-м году из жизни ушла наша коллега, диктор радио ГТРК Карачаева-Черкесия Вера Топчаева. Более 40 лет ее голос задавал настроение всем, кто настроился на волну. Веру Федоровну по праву можно назвать первым профессиональным диктором областного радио на русском языке. О ее творческом пути и работе, воспоминаниях коллег, а также почему ее называли примой, расскажет Альбина Ламкова. Я каждый день старалась радиослушателям сказать обязательно что-нибудь хорошее. Работе Вера Топчаева отдала большую часть жизни. Ей доверили выйти в эфир всесоюзного радио и произнести фразу «Говорит Москва». Кроме того, вела концертные программы. Главный диктор страны Юрий Левитан научил ее работать с карандашом над текстом. А диктор Ольга Высоцкая раскрыла ее секреты техники речи, логики чтения и мысленного общения с радиослушателями. 30 лет за этим столом в прямом эфире Вера Федоровна приветствовала всех радиослушателей. Ее голос знала вся область, потом и республика. Низкий и глубокий, проникновенный и невозмутимый, интеллигентный и в то же время домашний и родной для многих жителей нашего региона. К ее голосу прислушивались, в него влюблялись. В новости, культурные и общественно-политические передачи. Вера Федоровна знала, как преподнести любую информацию. «Говорит Черкесск. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели». Она была совершенством и в тексте, и в слове. Ее профессионализм складывался не только в умении грамотно, четко и надежно выполнять свою работу, но и в заданные сроки, вспоминают коллеги. «Это очень пунктуальный человек был, надежный. Волосы, конечно, и по сегодняшний день, я не представляю, такого голоса нет». Вера Тупчева преподавала и азы актерского мастерства, когда в 90-х годах создавалась студия телевидения. Ребята, работавшие на родных языках, привозили в так называемую общую копилку материалы для программы новости к этому часу. И, соответственно, сказывалась какая-то специфика, нюансы родных языков. У кого-то слишком много было жиши, у кого-то было много согласных, кто-то глотал окончание, как я, например, такое тоже было. И вот она всем нам помогала убирать эти нюансы из произношения, из своей речи. Ей это удавалось. Безусловно, она осталась в нашей памяти как человек очень интеллигентный. Ее голос не сравнится, наверное, ни с одним звучавшим по Карачаевой Черкесии. Голосы Веры Тупчевой остаются эталоном для диктора. Для молодых коллег на радио она была наставником. Совсем не навязчиво. Каждый день мы своим примером учила работать. До конца 90-х, когда работали такие дикторы, как Вера Федоровна Тупчева, как диктор Краевого радио Эмма Каравинская, как наша Люца Кумукова, у нас перед глазами был пример, как надо правильно говорить и на русском языке, и на национальных языках. У каждого свой был диктор, эталон произношения правильного. И Вера Федоровна, конечно, в этом смысле была непревзойденным диктором. Мы ее называли «примой». Фарида Седохмедова говорит, что талант Веры Федоровны был безграничен. Миша Анна Кохова сделала передачу обо мне на русском языке, и Вера Федоровна читала мои стихи. И я услышала, как правильно надо читать свои стихи, потому что я так не читала. На этом программа радио Карачаева Черкесии окончена. До свидания и всего вам доброго.